подошли к стенам древнего кремля дата основания которого 1670 годы сейчас большая часть этого комплекса находится на реконструкции но все же можно посмотреть как он выглядит в целом достаточно впечатляющая конструкция такая массивная красивая сейчас будем обходить его со всех сторон и дальше вам рассказывать и показывать во многих монастырях и храмах главными действующими птицами являются в основном голуби или вороны а здесь это чайки потому что рядом расположено озеро нера только послушайте их для того чтобы попасть на территорию ростовского кремля нам нужно пройти через вот эту прекрасную церковь и улана богослова прямо за моей спиной находится очень красивая церковь одигитрии она напоминает какой-то средневековый замок обратите внимание на ее окрас она сделана в виде такого паркета такими вот интересными переходами посетили церковь одигитрии очень положительные впечатления оставляет она выполнена в стиле барокко внутри находится большая экспозиция имеются всевозможные интересные блюда кресты книги и так далее среди экспозиции в церкви одигитрия особое внимание обратила конечно же на облачение и заметила что они похожи просто на вышитые гобелены и там очень много присутствует именно розового цвета хотя священнослужители традиционно это мужчины но все-таки эпоха барокко накладывает определенный отпечаток там очень много цветочных мотивов и таких я бы сказала гламурных оттенков как оказалось попасть церковь иоанна богослова не так то просто для начала нужно подойти к церкви воскресенье пройти вот здесь вот сверху и только там уже будет вход вот такая интересная здесь и замысловатая конструкция такой вот маршрут вот Субтитры сделал DimaTorzok Мы сейчас находимся в церкви в воскресенье, где сохранилось много оригинальных вещей, например, пол, затем фрески. Посмотрите на этот необычный алтарь, как он выглядит, просто красота. Смотрите, как витраж смотрится красиво. Сейчас мы попали в переход, в такую вот длинную вытянутую башню, которую можно видеть с улицы. Субтитры сделал DimaTorzok И выходим на стену. Прошли очередной переход, вышли на смотровую. И вот здесь вот у нас с левой стороны располагаются бойницы, через которые когда-то планировалось отражать вражеские атаки. И вот, наконец-то, именуя все переходы, мы попали в церковь Пилуана Богослова. Смотрите, как здесь красиво. Собственно говоря, как и во всем ростовском Кремле. Просто невероятно одно удовольствие и наслаждение находиться здесь. Мы сейчас прошли церковь Иоанна Богослова и оказались в очередной башне. Обратите внимание, какая интересная оригинальная дверь находится за моей спиной. Ну и сейчас покажу вам, как выглядит сама башня. Здесь вот имеются такие вот каменные скамеечки, окошки во все стороны. И вот так вот здесь можно прогуляться по кругу. Тут достаточно светло, благодаря этим большим окнам. И открывается прекрасный вид. Вот, допустим, в частности отсюда можно увидеть озеро Нера. Вот такие вот доводчики были в 17 веке. Надо посмотреть на это чудо. Вот так вот. Ну а теперь отправляемся на смотровую. Пройдем сквозь такой узкий проходик. Опа. А тут настоящий огромный чердак. Пробравшись через эту узкую каменную лестницу, мы вышли на такое вот большое пространство. И теперь будем подниматься по деревянной лестнице вон туда вон, достаточно высоко. Пойдемте. Эй, вы меня слышите? И вот я уже вижу свет. Вот он прямо передо мной. Вот мы и забрались на самую высокую точку. Отсюда открываются просто потрясающие виды. С одной стороны озеро Нера, с другой стороны вид на храмы. Очень красиво. Просто фантастика какая-то. Удивительно, но в ростовском Кремле можно побывать даже в самом настоящем кинотеатре. И сейчас мы посмотрели фильм «Смерч 1953 года», который рассказывает о том, как именно в 1953 году буквально-таки внезапно поднялся сильнейший смерч и просто разорил ростовский Кремль. Впоследствии были катастрофическими для города, и его пришлось очень долго восстанавливать. Но в итоге силами советских умельцев и реставраторской школы все-таки смогли это успешно сделать. Обратите внимание, как уложен кирпич в этой части. Он уложен широкой стороной вверх. Это единственное место, где он лежит именно так. Во всех других частях он лежит именно узкой стороной вверх. Спустились в митрополитический сад. Здесь растет много растений, а также деревья, яблоки, груши. И вот посмотрите, как выглядит стена в митрополитическом саду. Красный кирпич. Вот здесь есть кое-где места, где он облупился. Обратите внимание, что он ни в коем случае не полый. Он достаточно толстый и крепкий. То есть он разваливается, но не как современный кирпич. Также в этом саду есть такой небольшой маленький прудик, рядом с которым растут прекрасные цветочки. И камыши. Так что здесь приятно проводить время, прогуливаться и наслаждаться всем этим цветущим и райским садом. Как оказалось, это не просто сад, а целый аптекарский огород. И чего здесь только нету. Капуста. Артишок. А еще у нас здесь, знаете, что растет? Огромная желтая тыква. В здании Ростовского Кремля обнаружили оригинальные плакаты Маяковского. Здесь даже есть издательство. Сегодняшний лубок Москва, Тверская, 29, квартира 30, телефон 2, 78, 64. Что-то притомился я малость. Уже 7 часов без устали прогуливаюсь по этому красивому месту. Ну, сказать, что это место замечательное, ну, не сказать, наверное, просто ничего. Наверное, к Ростовскому Кремлю можно применить все самые красивые, все самые наилучшие эпитеты, которые только есть в русском языке. Это просто потрясающее, великолепное место со всех сторон. Так что, если у вас будет такая возможность, обязательно приезжайте сюда и своими глазами посмотрите. Я думаю, вам будет очень интересно. Ну, а с вами был автор канала Иван Путешествует из Ростова Великого. Всем пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И не забывайте писать комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok